Где находится Россия как производитель сельхозпродукции? Когда мы отвечаем, что Россия это крупнейший экспортер продовольствия, мы должны посмотреть на вот эту маленькую, как бы сказать, табличку, которую я взял ФАО. ФАО – это всемирная организация, которая в рамках ЮНЕСТО существует. Вот мы находимся вот здесь. То есть наш экспорт – это 20 миллиардов плюс-минус немножко. То есть если мы говорим о экспортном потенциале, Россия, она экспортирует в два раза меньше, чем в Аргентина, и в четыре раза меньше, чем в Азилии. А продакую крупнейшую аграрную страну, как Соединенные Штаты, у которых 160 миллиардов долларов экспорта продовольствия, они продают в 8 раз больше, чем в России. И кому будет подчиняться мир? Конечно, только тому, кто этот мир кормит. Теперь степень помощи сельского хозяйства в странах мира. То есть в Российской Федерации по условиям вхождения ВТО разрешено 4 миллиарда долларов на гектар. Но фактически у нас разговор идет о 2 миллиарда долларов, которые распределяются, к сожалению, не распределяются неравномерно. Крупные ползники получают хорошие деньги, а маленькие фермеры, ну я думаю, что в среднем 3 доллара на гектар. При этом Китай дает 1185 долларов на гектар, Япония дает около 13 тысяч долларов на гектар, а Швейцария тратит 14,5 тысяч долларов на гектар. И когда у нас говорят, вы знаете, вот нужно развивать органическое сельское хозяйство, как в Швейцарии, как в Европе, но дело в том, что многие направления сельского хозяйства, они экономически нецелесообразны, могут считывать только в рамках крупной дотации. Если дотаций нет, эти направления существовать не могут, как показывает мировая практика. К сожалению, у нас эти вещи тоже никто не хочет понимать. Теперь, где мы сейчас находимся? Когда Хрущев в начале 60-х годов съездил в Соединенные Штаты, ему понравилась сельская хозяйство Соединенных Штатов, оно держалось тогда на идее зеленой революции, и основателем этой зеленой революции был Норман Барлаук, американский агромон. И Хрущев, когда приехал, он запустил все основные четыре идеи, на которых строилась эта модель. Четыре идеи – это лучший сорт или гибрид, много-много минеральных удобрений, хорошая защита с помощью химических средств, защита растений и по возможности полив. И вот все обсуждения, которые у нас идут, они касаются исключительно этих четырех моментов. Какой новый сорт или гибрид появился, сколько будет стоить селитра, если селитра, как в этом году, подорожала почти в два раза, это катастрофа, какая химия, и какие дотации будут запалены. Все вопросы, все основные вопросы, которые мы на этой выставке смотрим, это в рамках этих четырех идей. Что удалось Норману Барлаугу сделать? Ему удалось сделать рывок, удалось сделать, как он говорил, остановку на пути голоду, увеличить объем производства в рамках мирового производства, но для природы это оказалось очень плохо. Разрушение здоровья, деградации почвы, мы видим с правой и с левой стороны, с правой стороны почвы, как будто с левой стороны почвы слетая, образование плужной подошвы очень плотной, которая не пропускает воду, а в степных условиях это крайне необходимость, чтобы влага аккумулировалась в полуметровом, миллиметровом слое почвы, и мы говорим, что она не хватает влаги, и сейчас мы видим вот такую концерку, когда весной влага не может пропитываться и собираться в поле, она теряется. Вот это деградация почвы, то, что мы видим, это огромные чемоданы, так называемые, когда почву обрабатывают, и мы видим, что это просто огромные комки, в которых нету жизни. И ставится вопрос, что происходит. Нам говорят, вы знаете, вот проблема с гумусом, то есть мы теряем гумус, органические вещества почвы, то есть идет такая бесконечная страшинка, есть какие-то предложения, что делать. Ну точнее предложения эти есть, когда мы агрохимикам отдаем агрохимический анализ свой, свое поле, они дают рекомендации, от 30 до 60 тонн навоза надо вносить, делать все обороты с люцерной, с многолетними травами, и очень много советов, которые сейчас эффективно использовать в лице. И интересный момент такой, что по гумусу нам говорят, что это источник плодородия почвы, на самом деле гумус это источник плодородия почвы, это потенциал почвы, которая способна себя восстанавливать при диком воздействии на нее, потому что когда мы теряем гумус, гумус это совершенно не однородная среда, это органическое вещество почвы, оно состоит из двух частей условных, первое это пассивный гумус, то есть если у нас было 8% гумуса осталось 4, 4 у нас и останется, ниже 4 не упадет в это почве органическое вещество, а оно падает за счет потери живой биомассы, которая находится на поле, и тех растительных остатков, в которых она питается, то есть в организм в этой почве. То есть в куче начинает накапливаться огромное количество плесневых грибов, но все равно появляется некая бесконечная стабильность, на которую мы можем еще много-много десятилетий, переменяя минеральные давления, выращивать урожай, правда не очень высокого качества. Ситуация в сельском хозяйстве, вы знаете, иногда в 2018 году рентабельность производства падала ниже нуля, когда были очень низкие цены на пшеницу, и в ряде регионов она продавала снижение стоимости. И зачем нужна общая биологизация сельского хозяйства, о чем я веду речь? Она нужна нам, в первую очередь, по экономическим причинам. Дело в том, что под модель Нормана Барлауга была создана огромная структура по названию международный энергобизнес. Что это такое? В системе Нормана Барлауга мы используем огромное количество человеческих ресурсов. Что такое человеческие ресурсы? Существует два источника ресурса, которые определяют экономику сельского хозяйства. Природный ресурс бесплатный, солнечный свет и тепло, атмосферные осадки, как источник плави, естественная почвенная плодородия. То есть мы знаем, что если мы ничего не будем носить в почву, до 10 центнеров пшеницы мы ее выражаем соберем. Если мы хотим больше, нам говорят, что это все большее удобрение. Тогда возникает вот эта часть человеческого ресурса, который включает в себя минеральное удобрение, дополняющее или замещающее, естественно, почвенное плодородие, искусственный полив, дополняющий или замещающие атмосферные остатки, использование специальной техники, расход горючих смазочных материалов, человеческий труд, семена и так далее. И нас интересует именно соотношение, которое дает нормту ретабельности, на которой мы живем. То есть наша задача – поможить деньги на поле, и чтобы осенью, когда мы убрали урожай, денег стало больше. И при этом одновременно существует так называемый дисперитетный рост цен на продукцию растеневодства, что скорость роста цен на то, что определяет человеческий ресурс, выше скорости цен на продукцию растеневодства. Поэтому у нас напрашивается модель, которая позволяет брать источник для растеневодства, как без ниоткуда, из этой природной среды. Поэтому у нас либо будет производство через переработку минеральных подобрений и так далее, либо мы каким-то образом доберемся до природного ресурса. Опять, зачем нужен вот этот дисперитетный рост цен, который, в смысле, дисперитетный рост цен нам уничтожает экономику сельского хозяйства. Зачем нужна дотация? Весь мир пока работает в модели Номана Барлауна. И когда возникают эти ножницы, они возникают везде во всем мире. Не только в России, в США, в Китае, в Японии, в Швейцарии. Политика внутренних этих стран нацелена на то, чтобы эти ножницы покрывались за счет государственной поддержки. У нас государственная поддержка не перекрывает рост этих задрав дополнительных. И мы предложили модель, которая построена на восстановлении вот этого природного процесса, который включает в себя, ну, я в виде тезисов даю, то есть восстановление плодородия почвы через работу с каждым дневными остатками рас. Второе, мы стараемся, если уж минеральные удобрения используем, нам нужно использовать как можно их меньше, и это дробные и корневые подкорки минеральным удобрениям по фазам развития растений. Потом, грамотная защита растений, мы опять понимаем, что химия не может решить всех задач по защите, и мы придумали систему, когда можно мешать химические препараты с биологическими, и которые дают очень высокий эффект увеличения урожайности. И элементы сберегающего земледелия с криптилой наутил. Что мы предлагаем? Первое, система должна быть адаптивной. Биологизированное земледелие позволяет изменить условия для посева. Мы разбирали, и у нас несколько статей и фильмов есть по наутил, по Василию Кулагину, который может сеять так, как эта земля созрела. Мы, и наутил позволяет держать в очень таком состоянии, что выпавший дождь, он быстро падает вниз, и земля готова к посеву в более широком диапазоне условий. А не так, как у нас дождь выпал, мы не можем зайти на поле жидкой грязи. На наутил дождь выпал, на поле зашел, и ты можешь сеять. В общем, вопрос этой системы биологизирован, мы ставим серединку. Система норма на Парлаук, она есть права. Система органического сельского хозяйства остается, хотя, я считаю, в Российской Федерации нет никаких перспектив, и тратить время на ее обсуждение это просто потеря в мире. Почему? Потому что органическая система сельского хозяйства возникла не как экологичная система сельского хозяйства, там качество продукции в органической системе хуже, чем в системе в облабавлении. На самом деле, она возникла как регулятор перепроизводства. то есть, в 80-х годах, когда в Европе при перепроизводстве вынуждены были ввести квотирование, каждый фермер получал право произвести определенное количество продукции, привязанных к его гектарам. Если он производил больше, цены на продаваемую продукцию у него падали. И я общался с фермерами из Великобритании, один из основателей органического сельского хозяйства либо Великобритании, Дэвид Лич, которого нам прислало в Министерство сельского хозяйства и лесоводство Великобритании, когда я работал в монастыре главным агрономом. И он сказал, просто мы думали, как больше заработать, и мы придумали систему, где над дедовскими способами работы очень мало производим, но зато мы можем иметь двойную, тройную, иногда даже четверную цену за продукцию. И она, органическая система сельского хозяйства, завела свою нишу и она не развивается. И тот, кто говорит, что там какие-то каждые 10% она растет, это просто настоящий арман. И до 2009 года ФАО, она поддерживала систему органического сельского хозяйства. Но в 2009 году они посчитали и перестали поддерживать систему органического сельского хозяйства, потому что она занимает всего лишь 1% от общего сельскохозяйственного производства в мире. И в этот процент входит собирание дикоросов, морская рыба и так далее, речная рыба, то есть, ну, где вообще человеческого участия нету. То есть, это такой мизерный сегмент производства, что о нем серьезно говорить не стоит. Но из-за того, что у нас об этом очень много говорят, у нас не разбирают основные темы, которые считают для нас очень важны. И чисто в модели, которую мы предлагаем, это то направление, которое было до Хрущева, агробиологическое, которое, к сожалению, потерялось, потому что мы застряли в американской системе, и те достижения генетические, которые у нас есть. Ну, по эффективности удобрений сказать пару слов. Если кто-то этого не слушал, когда мы говорим о человеческом пациенте, за который нужно платить, за ресурс, за который нужно платить, первый вопрос у нас стоит применение минеральных удобрений. Но у нас по данному ФАУ, это абсолютно достоверные цифры, 33% эффективность азота. Если мы 30-ки ровно поля кладем в селитры, у нас реально урожай работает только один центр. Два центра это деньги на ветер. Если в этом году центр селитра сколько стоит? Ну, 20 уже, да, 16,5, или 22. Ну, 26 или 28? Ну, 26-28. Значит, в этом году, в этом году у нас 5200, 5400. Нет, я извиняюсь, я осенью брал по 15500, а потом около 21. Нет, это мочевина. А вот до 20000. То есть, мы можем сказать, что мы вытащили из кармана деньги. Если три центра у нас есть, в Ростовской области работают и на четырех это четырех с половиной, пять это редко, то у нас получается 5000 рублей как минимум выкидываем на ветер на каждом гектаре. Тогда нам больше. То есть, ну, просто вот. И вопрос, иногда были годы, когда 17% газового удобрения было тут усваивалось, например, когда засунули в 2005 год. И по фосфорному удобрению у нас работает примерно 11% в Ростовской области. Что такое глифмический потенциал урожайности? Когда агрохимики меряют показатели химические в Польше и говорят, сколько нужно внести удобрения, вот интересная удобрница, которую я взял в профиль в институте удобрений Непряничникова, сколько удобрений и тратится в разных странах на получение урожайности. Вот в России 17 килограммов, ну, умножьте на 3, это 50-щем-то килограммов удобрения в среднем на получение 25 цеплеров пшеницы. Беларуси, где датируется сельское хозяйство, на 35 цеплеров, они тратят 185, то есть это около 600 килограммов удобрений. Китай, который все понимает буквально, когда много минеральных удобрений мы кладем, они получают 526 ДВ, то есть это полтора тонны минеральных удобрений, а получают среднюю урожайность 59 цеплеров. То есть когда нам говорят плодородие кучи зависит от удобрений, вот эта таблица говорит абсолютно обобранную. Агрохимический потенциал урожайности вот он, но это не есть плодородие кучи. И когда мы по минеральным удобрениям работаем, нас интересует их эффективность. И сегодня вот они подходили фермеры, мы говорили, что мы нашли несколько приемов, которые стоит использовать, когда мы при протравлении семян на семенах урожайность минерального удобрения, 1-2 кг флосфорда, и стараемся работать на некорневых платформах, на 60 кг кассы по физике. У меня, ребята, получается вот рецепт урожайность разибель пшеницы при себестоимости 1,90 рубля. Это большая тема, которая в очередном заседании знатоков нужно обсудить, но это экономика сельского хозяйства. И вот наши препараты, у нас три линейки препаратов, есть товарный знак «Скиникс», который есть препарат «Скиникс Стандарт», очень интересный препарат, который мы используем в смеси с минеральными удобрениями, там действует один из параметров, который вообще мы не знаем, как этот препарат регистрировать, это действительно огромная проблема, потому что там работают не химические факторы, не биологические. То есть препарат дает эффект, который измеряется в милливольтах и развивается кислительное восстановление потенциала или редкость потенциала. Если мы с удобрениями мешаем стильных стандарт с раствором удобрения, у нас растение начинает расти с огромной скоростью до 7 сантиметров в день мы получали на картофеле. Что это такое? оказывается весной в почве возникает вот этот феномен, этот эффект, когда почве минус 300 милливольт заряд воды. И тогда растения растут с огромной скоростью. И мы используем препарат биологического происхождения конечно представляет из себя гидролиз из органических компостов. Он нам дает какую-то безумную скорость роста за счет изменения радоцепотациала. При работе с растениями нас интересуют фазы когда работать. Тогда мы можем на очень маленьком потенциале получать очень хорошую работу. Теперь почему почва не сохраняет влагу растения страдает от засухи? Что так может помочь биология? И какая биология эффективна? Я уже показывал состояние этой почвы. И нас интересуют два момента. Как изменить температуру почвы чтобы она не нагревалась? И вот опять один из пунктов адаптивной биологизированной модели сельского хозяйства почва закрыта. И вот фотографии американские с американской презентацией. Мы видим где почва закрыта, развитие растений. идет совершенно по-травому. И мы должны стремиться к восстановлению природной структуры почвы, где нет вот этих уплотнений. И на этой почве мы можем собирать всю осеннюю и весеннюю всю влагу. И нам ее будут хватать при самой тяжелой ситуации по влаге. Теперь как и кого можно поселить почву и как из-за бы сделать при пробном удобрении восстанавливающей почву структуру планы и сквадородия линейка препаратов стимик-стима. Почему вообще эти слова стимик, спетостим и так далее? Потому что сейчас дарят огромное количество разных препаратов. Если вы пройдете и заберете здесь бумаги, вы никогда в них не заберете. Слишком много лишней информации. Понятно, да? Поэтому меня в свое время учили, что нужно придумать товарный знак, некую линейку, где мы собираем одноводные препараты с определенными свойствами. И я это придумал. Есть фир о Sony, например. Мы знаем магнитофоны Sony когда-то, компьютеры Sony, мы знаем холодильники Sony, мы знаем много приборов и мы знаем, что Sony это то, что можно доверять. Также есть Sharp, также есть другие марки и нам нужно было создать полку так называемую марку Stimix фитостим то, чему можно доверять. Итак, мы создали несколько препаратов Stimix Mima. Что мы взяли за пример? Был интересный человек, я думаю, что он до сих пор живой, первый, автор первого в мире сортного микробного препарата Deroe Hida. Это человек по профессии не микробиолог, он очень хороший садовод, выходец из какого-то маленького острова в Гермонском море и хотел, чтобы его соотечественники повысили его жизнь. Он придумал им систему выращивания маленьких мандариновых деревьев карликовых, потому что там морские метра не позволяли выращивать большие деревья, но споткнулся с тем, что очень плотная почва и там невозможно трактор создать между рядами. И он пытался придумать какой-то микробный препарат, который разрыхляет почву, не ходить техникой. Ну, существуют легенды, рассказывал, он разные микробы смешивал, потом ему все родоело, вылил где-то за территорию института и на том месте, где он вылил, история рассказывает, что вырос огромный лапунт. И тогда он способ упоминает, что туда вылил. Где использовался его препарат. Он потихоньку используется во всем мире. Ему придумали много легенд, его используют и в медицине в том числе, потому что он оказался универсальный препарат. И в Северной Корее, когда у них разразился в 1995 год голод, когда они перестали получать от СССР практически бесплатно минерального давления, у них разразился голод, и корейцы призвали его, чтобы он смог придумать систему, как вытащить Корею с голодом. Они сделали госпрограмму и стали разводить вот этот микробный препарат, он на японской звучит, как кюсень, кюсень, это в переводе с японского армия спасения, так всего 8 микробов, нам говорят, что 80, на самом деле 8, первый год у них не работало, второй год не работало, и хотели эту программу свернуть, вообще свернуть. И он пришел корейский управитель, говорит, вы сейчас если свернете, я разойдете, потому что под вас мы сделали производство, маточек, и уговорили на третий год, и на третий год она заработала. Почва очень консервативная, консервативный бин такой, его раскручать быстро очень тяжело. Если цилиндр дает эффект сегодня и сразу, то микробные препараты допожживные остатки с огромной скоростью и так не работают. Но мы стали придумывать, потому что нас интересовал разговор о том, что медленно работает препарат. И первое сложное закваска, которое нами было сделано, это 15 микробов для обработки. И в чем секрет этой закваски? Мы постарались туда много-много микробов соединить, потому что что нас интересовало? Когда у нас в почве накопилось очень много храневых грибов, вот эти плесневые грибы, они создают токсичность в почве. И вот мне нужен был микроб, который разрушает токсины, выделяет плесневые грибы. Я должен был засунуть, мне нужен был микробный препарат, который разлагает солому. И мы нашли микроб, выделенный из кишечника рошеки, который проедает солому. Еще мы добавили туда такой, 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 и сделали не единый организм, который использует опрошенных остатков. Опять, вопрос возник следующий, да, и когда уже стал вопрос сжечь солому или нет, а у нас солома в основном жгут. И вот в Сальском районе мы сделали интересную фотографию где-то лет 5 назад, когда нас пригласили посмотреть поле, говорят, что-то там не очень, сверх убранная зима чмень, а внизу вы видите слой запаханный, абсолютно желтый соломы, пшеницы в прошлом лет. Как часто мы это видим вообще? Мы же это видим. Сколько я захожу на поле, начинаю на поле даже копать землю, я вижу солому прошлых лет и прошлые годы и позапрошлые. И был вопрос, что же можно сделать? Когда у нас в 2010 году, в 2011 пошли бактериозы, бактериальные препараты стали работать непонятно, солому они разлагали, но урожай не сильно повышали. И тогда мы сделали препарат, который у нас называется сниликснива-А. Я нашел актинобицет, актинобицеты они находятся не в любые и не бактерии, которые проедают упражненные остатки, он прекрасно может есть опилки и ест с огромной скоростью и выделяет биологически активные вещества, которые убивают патогенные бактерии с одной стороны и стимулируют развитие растений с другой. Вот это мы видим развитие Азимова-Ичменя, Ставропольский край, вот это растение вы видите как прекрасно оно выглядит. Потом стоял вопрос а как же все это вносить? Оказывается, что если мы вносим априсметику сверху и работаем днем, то микробы не успевают начать размножаться. Какое слабое место у микробов есть? Если микробы из канистры или из промерки оказываются на море, эта питательная среда для них неизвестно. И примерно в 6 часов они думают как они будут кушать, питаться той соломой в том мире, в котором они оказались. Уходит 6 часов называется латфаза. Если мы находимся на солнце, солнце за это время может просто выжимить. Если мы находимся работаем в ночь или в пасмурный день, у них есть возможность вот эти 6 часов перейти. И когда я делал активатор микробному композиту с ними синило, я решал вопрос как быстро перейти латфазу, чтобы как можно быстро они начали приживаться. Понятно, да? То есть активатор в препарате, в препарате, чтобы укоротить время привыкания. Вот это вот как мы начинали вносить, то есть на дискатор ставилась бочка и когда прошло опрыскивание вместе с дискованием. Пока на самом деле лучше ничего не придумал. То есть это очень хорошо работающая система. Если мы работаем в культивации, мы можем работать в любое время. Дисковать. Если мы опрыскиваем раздельно, то лучше работать ночью. Если мы работаем одновременно с заделкой, то нет необходимости работать ночью. Мы можем работать в любое время дня и ночью. Такой важный момент. Если есть царные опорные колеса, то на опорные колеса можно ставить несколько кубов веса. Если опорных колес нет, дискатор без опорных колес, то его будет болтать. Центр церковь нарушается на половину опорожняется и начинает болтать. Теперь показываю, что видно на поле. Я показываю фотографии по развитию растений. Вот обработка биопрепаратов в условиях гостерезации. Когда мы говорим про поле, сейчас есть такая мода на точность и недельная, когда нам говорят, что нужно делать агрофимический анализ и у нас есть отдельные участки поля. с высоким плодородием, а есть низкий плодородием, то есть есть мазаичность. Уже есть машины, которые по компьютерной программе могут на одни участки больше удобрения вносить, на другие меньше. И это нам предлагается как стратегия для внедрения. Я предлагаю совершенно другое. Плодородие бочвы не зависит от количества генеральных удобрений, оно зависит от биологической активности микроорганизмов. И если вы работая по соломе, видите, это вторая половина поля, граница проходит здесь, вы видите, в каком состоянии находится пшеница здесь и в каком состоянии здесь. И вы выравниваем плодородие просто с работой попрошневным остатком. То есть мы можем через солому используя микробные составы включать, заставлять почву высыпаться. Что мы должны знать, почему именно сложные микробы не в полу. Что нас интересует по микробам? Нам сейчас попрошневные остатки в последние годы стали предлагать триходерму. Когда я в 2005 начал заниматься проживыми остатками, мы рассматривали использование триходермы для разрушения солома, но мы пришли к выводу, что триходерма не обладает способностью приживаться к почве, и это не почвообразующий организм. Она будет играть за роль биологический спичек, она просто будет разрушать солому, но структуру почвы она не восстанавливает. Кроме того, мы познакомились с человеком, познакомились с правдой, где-то лет 12 назад, это институт вирусологии и микробиологии имени заболокного в Киеве, который в 1975 году по триходерме писал консернацию и над консернацию. докопить триходерму очень много за счет внесения препарата в форме триходерма, она начнет совершенно по-другому действовать, она начнет презентировать растения. И он говорил, ребята, если вы триходермы работаете, вот вам поработали достаточно. И мы специально стали использовать сложные препараты, которые обладают способностью к почвеобразования и способны приживаться в почве. Простые препараты. Опять на рынке очень много препаратов микробных и очень большие приложения. Мне приходится постоянно объяснять, что микробный 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 препарат рознь. Есть препараты моноштабовые, когда один микроб, один препарат. У него очень узкий функционал. Эта система используется в рамках биометода. Биометод не самый эффективный метод использования в сельском хозяйстве. Его придумали для того, чтобы уменьшить влияние пестицидов, чтобы какие-то обработки от болезней заменять определенными микробными пестицидами. Ну, то есть фунгициды, потом есть инсектициды. И когда меня спрашивают, как вы относитесь к биометоду, я говорю, что к биометоду я отношусь очень плохо. Потому что всегда лучший препарат для экстремной защиты растений это правильно подобранный химический препарат. И вот сегодня мы, если помните, говорили про ряд препаратов, я прошу по выставке, вы знаете, все вкусы. Я сегодня поговорил с Байером, я сегодня поговорил с Светой Судемотой, мы говорили про терфанат метил, потому что это одно из трех средств, которые берет новый патоген фазариум от других микробов. И микробы тоже не берут. То есть есть микробы со свойствами гипербразитизма, когда мы микроб вводим, и микроб может убить другой микроб. Но если мы запускаем такие микробы, мы можем получить огромную проблему, потому что они очень агрессивные. У меня есть микробный препарат поцелла, 15 граммов на гектар, и все болезни притут. Но через год, через два появятся болезни, которые никакой химии не используют. Поэтому принято решение не использовать гиперпаразитов в сельском хозяйстве. Какие вы истории не рассказывали, их не используют. Но если мы берем сложный микробный препарат много-много разных видов, обладающих способностей переживаться, то мы переходим на новый уровень, на уровень биокатроли. Биокатроли, когда мы никого не убиваем, если мы не боем, это захват территории. Кого мы туда поселили, тот эту территорию и держит. То есть задача не убрать кого-то, а заселить эту территорию. И тут очень хорошо работать химия вместе с биологией, протравливать химия вместе с биологией, для того, чтобы химия защищает территорию, химия через две недели перестает работать и начинает работать поселённые микробы, способные приживаться в почве. И технология создания устойчивых цинозов, это уже высший пилотаж, и я рисовал вот такой график, величина прибавки урожая. на биометоде мы можем получить от 5 до 15 процентов всего. Это предел биометода. На биокатроле мы можем получить от 40 до 250 процентов прибавки урожая. И если мы начинаем запускать технологии создания устойчивых цинозов, у нас несколько лет работали институты в 80-х годах, пока Горбачёв это направление Российской Федерации не закрыл. Они доходили до генетического потенциала полностью. Вот это потенциал биологизации, на который мы можем опираться. И вот работа со сердцевыми остатками, обработка себя химия с биологией и работа по легитации маховой смеси. Чисто некорневые подкормки легко можно дать 12 сентя. Может быть кого-то это вполне устроит, 12 сентя и все получено. Если мы работаем по семенам правильно, от 7 до 9 до 12 это можно еще получить. Если мы работаем соломой и все это вместе объединяем, за 3 года в условиях может выйти на 85, если это только не калмыки. если застряли ближе к 60 тогда нужно менять гербициды потому что некоторые гербициды которые мы применяем на земле пшеницы нарушают питание микроэлементами и двухвалентные металлы не усваиваются. Тогда либо нужны килограммовые дозы микроводобрений либо нужно менять гербициды. Когда начали работать Сергей Валерьевич нас ввел мне нужно чтобы ухватили какие-то большие куски и научились их делать. Дело не только в технологии дело в том что нужно к ней привыкнуть и научиться просто научиться это делать. И я предлагаю собраться пересмотреть вот эти тонкости на которых мы еще 20 цеперов должны получить. Понимаете интересно? Дело в том что когда меня один хозяин спрашивал где я могу в Ростовской области в 85 посмотреть я говорю нигде я говорю понимаете люди задачу такую не ставят они хотели получать хороший урожай повышенный с очень хорошей экономикой ну что за 2-9 4,5 так да то там основная этап потому что выскочить на более высокий уровень там нужна технологическая дисциплина там тонкости надо ловить но на тонкостях можно 85 поймать у меня сейчас есть хозяйство 2000 гектаров Красноярского края яровая пшеница 85 дневная они сейчас у них есть поля по 81 участки поля по 112 центра по прошлому году 3 года работы что мы сделали в этом году мы смогли восстановить один забытый препарат 35 элементов таблицы неделеева половина таблицы неделеева который оказался обладающим кем-то кем-то тестическим свойством на пшенице мы его не пробовали мы его пробовали на картофеле мы его пробовали на винограде почему так получилось потому что мы его сделали в марте прошлого года в МГУ а МГУ закрыли и на августе месяц у меня химик в лабораторию попасть не мог и когда он только в августе попал куда мы могли его сбросить только на то чтобы и мы смогли сделать несколько литров и в Носторгской области на винограде хорошо с ним поигрались немножко по овощам и зиму мы игрались на картофеле в цеплицах по-навросийскому на радио картофеля и в мире северных культурах если кому интересно я могу в принципе показать что-то стать но мы сейчас на пшеницу сделаем в ближайшее время 4 тонны расход на гектар от 1 до 2 литра цена препарата будет 200-238 рублей то есть как на гектар я думаю что нам сейчас задачу нужно поставить с помощью растительных остатков восстанавливая плодородие рыхлость структуру и благоемкость самое главное но если мы воюем за двухкормовый полос и задача как получить полос величину и 2 грамма там идут вот эти тонкости маленькие и там есть 2 недели если ты успел ты эти 2 грамма свои получишь а 2 грамма это значит 450 4 с половиной миллиона на гектар на стилете колосе и ты получаешь свои 80 понимаете 80 успехов это реальные вещи пусть у вас будет в начале там 65 но на 85 можно ли быть выше 85 если почву восстановить структуру почвы и если мы отдельные участки полей до 110 112 мы уже раскакивали теоретически это возможно но одно дело это какие-то рекорды а другое дело средняя урожайность по хозяйству за 5 лет получается 1990 рублей на гектар ровно столько сколько стоит 1 центра селита правильно если руководство области удалось бы убедить то мы бы может быть уговорили хотя бы часть этих 300 рублей компенсировать для тех людей которые хотят начать заниматься работой с последними остатками хотя бы переделки техники и какие-то возможности открывает это направление использование коммерческого плодосмена безвреда для почвы выращивание основной экспортной культуры пшеницы в монокультуре с ростом урожайности и качества, повышение урожайности всех сельскохозяйственных культур, восстановление здоровья почвы и, соответственно, качество сельскохозяйственной продукции, восстановление благоемкости почвы и, соответственно, решение проблем, связанных с изменением климата и увеличение эффективности использования грандоводовлений. И, конечно, это решение экономики, это повышение доходности гектаров, это повышение рентабельности И то, к чему я призываю всех вас, и хочу сказать, что напомнить опять это совместный проект трех организаций, которые с помощью делового христианина, с помощью СМИ мы хотим донести на сельхозпроизводителей. Есть успешные сельхозпроизводители в регионе, которые применяют этот опыт, и мы хотим, чтобы он был доступен до большого количества людей.